Здравствуйте! В эфире «Наше время» в студии Елена Макаренко. Осень считается самым активным периодом на рынке недвижимости. Возвращаясь с отпуска, многие стремятся решить квартирный вопрос до конца уходящего года. Но выгодно ли заключать сделку в ближайшее время, как поступать тем, кто собирается продать или купить жилье? Спросим у эксперта, президента Союза риэлторов Барнаула и Алтая Дмитрия Дворяткина. Здравствуйте, Дмитрий! Здравствуйте, Елена! Давайте начнем с валютных колебаний. За последний месяц рубль на фоне доллара и евро сильно упал. Это уже как-то сказалось или может быть отразится в ближайшее время на спросе на жилье? Да, действительно, мы заметили колебания спроса. В августе месяце произошло в первой половине некоторое снижение на рынке недвижимости. Количество сделок уменьшилось, но в третьей декаде рынок отыграл свои показатели. К сожалению, август не стал, как планировалось, рекордным месяцем, но в целом он продолжает оставаться в текущем году лучшим по показателям, по объемам продаж, которые есть на рынке недвижимости. Но в ближайшей перспективе все-таки спрос вырастет? Да, мы видим, что у нас начинается активный сезон и спрос действительно на текущую дату в сравнении с августом, аналогичную дату, он вырос. И количество сделок, совершаемых на рынке недвижимости, тоже увеличивается. Как это отразится на ценах? Ну, цены весьма показатель колеблющийся. И мы видим, что у нас уже больше года продолжается рост стоимости жилья на первичном рынке. И вот рынок вторичного жилья пока находится, скажем так, в неопределенной позиции. Он один месяц чуть вырастет, один месяц чуть упадет. Ну, в неком таком коридоре. Так бывает как раз, когда рынок находится в состоянии низкого старта перед ростом цен. Поэтому мы предполагаем, что впереди нас ждет рост цен и на вторичном рынке. Вот вы сказали, на низком старте. То есть когда этот старт может произойти? Прямо ближе к концу года? Вот ваши прогнозы какие? Ну, на самом деле нет. Это как раз обычно происходит осенью с увеличением спроса. То есть в самое ближайшее время будет рост цен. А на сколько в среднем вырастут те же новостройки или может быть жилье на вторичном рынке? Ну, по новостройкам здесь все проще. Просчитывается. И застройщики уже сегодня могут сказать, когда будет повышение. Кто-то уже задекларировал, что в сентябре будет повышение. И примерно через месяц будет очередное повышение цены. Ну, в пределах 1-2%. Мы предполагаем, что по первичному рынку, по вторичному, в районе 5-7% будет корректировка цены в сторону увеличения. Ну, это достаточно много. Вот сколько сейчас в среднем стоит квадратный метр жилья? Квадратный метр сегодня в Барнауле, ну, это весьма такое обтекаемое понятие. Да, ну, в районе там 44,5 тысяч рублей за квадратный метр стоит сегодня у нас жилье. Корректировка возможна в сторону, ну, так скажем, 46-47, да, то есть к концу года, либо начало следующего года. При условии, что в экономике сохранятся те же условия, да, и никаких глобальных изменений не произойдет. Хотя мы ожидаем такие изменения на рынке. Повышение цен, в свою очередь, не приведет к тому, что спрос вот резко упадет? Ну, на самом деле нет. Резко, ну, рынок весьма такой емкий, и резко здесь ничего не происходит, да. Что можно сказать про такое увеличение цены? Оно не будет мгновенным, да, это там по проценту... То есть постепенно будет? Постепенно будет, да, нарастание. Если взять там в какой-то ретроспективе, там, допустим, 5 лет, там, 3 лет, то, конечно, это будет, ну, заметный рост цены. Если брать вот относительно сегодняшнего дня, да, но если там квартира... Ну, вот вы сказали, 5-7% в ближайшее время, я так поняла. До конца года, да. Ну, это же приличный рост. Ну, на самом деле, как это выглядит, да, это не означает, что квартиру, которую я продаю сегодня, например, за 2 миллиона завтра будет стоить 2,100. Вот, это означает, что я так и продам свою квартиру за 2 миллиона, а тот, кто решит завтра продать свою квартиру, да, он, возможно, продаст ее там за 2,30, за 2,40, да, а к концу года кому-то удастся взять там 2,80, 2,90 за эту квартиру. Как раз это и будет теми самыми 5%, которые будут. Это не как в магазине, да, то есть приходишь за молоком, оно стоило 40 рублей, ставило стоит 42. Вот, это все-таки такой постепенный процесс, и он не отразится мгновенно, да, на том, что произойдет обрушение, поэтому все будет хорошо. А как обстоят дела с ипотекой? Вот, прогнозируют, что по ней вырастут ставки? С ипотекой, ну вот, если проанализировать прошедший период, да, то, конечно, сегодня банки находятся, ну, в состоянии, там, изобилия, да, потому что все рекорды побиты исторически, да, это максимум выдач, побиты исторические рекорды по минимальной ставке. Таких ставок в России не было никогда за всю историю, да, там, нашей страны. Какая минимальная ставка? Сегодня, ну, если без специальных акций говорить, да, то вполне реально можно получить ставку 8,5%. Это доступно, ну, большому количеству населения. Если говорить про фактически, которые мы каждый день видим, это ставка в районе от 8,7% до 9,2% годовых для конечного пользователя. То есть это без зарплатных каких-то проектов, без дополнительных скидок, это рядовая ставка на рынке. Ну, то есть я правильно понимаю, что ставки в ближайшей перспективе все-таки будут расти? Ставки будут расти однозначно. Мы ждем, вот, 14 сентября, да, будет заседание Центрального банка как раз по ключевой ставке. И Центральный банк как раз задаст вектор дальнейшего развития, ну, по крайней мере, на ближайший квартал. Вот, по прогнозам аналитиков и по нашим ожиданиям, ставка скорректируется в сторону увеличения. Вот, прогнозы разнятся где-то от 0,25% до 1%, ну, как будет, это уже там Центральный банк нам послезавтра назовет эту величину. От этого будут зависеть и ставки в коммерческих банках, которые сегодня мы видим. Но даже на текущий момент несколько банков уже скорректировали ставку в сторону увеличения. До скольких процентов? Ну, максимально, который мы увидели, величину 1%, то есть, вот, для рынка это много. То есть, 9% в среднем. Ну, давайте тогда в завершение программы подведем итог всему вышесказанному. Стоит сейчас продавать или покупать жилье, или не стоит? Ну, наверное, стоит отметить, что рынок падал с марта 2015 года, находился, да, в состоянии снижения, без каких-либо колебаний. И сегодня для покупки жилья самое лучшее время. Большое спасибо за ваши ответы. А я напомню, что это была программа «Наше время». До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова